всем добрый день вы на канале вязание от ангелины азимок сегодня смотрите что у меня есть вот такой интересный узорчик самой неожиданно понравился вязание схема тоже конечно же есть схема вот такого плана вот ее легко запомнить можно сфотографировать и обязательно будет моих группах схема из такой схемы получается вот такой чудный узор я когда начинала вязать даже не думаю что получится вот так красиво всем при том что смотрите он двухсторонним то есть со второй стороны усвоится также хорошо можно связать шарфик можно связать палантин очень такой чудный будет узор сегодня будем его разбирать смотреть и я надеюсь потом еще и применять то есть узорчик мне понравился а вам мне вот такая есть схема которая очень подходит для вязания плотного узора или мужского шарфа вот мне понравилось именно на мужской шарф хотя конечно можно связать такой узорчик абсолютно таким узорчиком абсолютно любой рисунок раппорт узора 4 столбика то есть вот раз два три 4 мы набираем воздушные петли вяжем один ряд столбики без накида и потом начинаем узорчик вязать считаем делим на 4 и плюс 2 кромочные то есть если у нас будет с вами узорчик если это будет шарф или это будет палантин то есть петли делим на 4 и плюс 2 петли на кромочные на схеме вот они получаются 1 столбик или воздушные петли набора набирая воздушные петли и вяжем один ряд столбиков без накида вязали петли которые нам необходимо для узора вяжем 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворачиваем наш узор и начинаем вязать значит смотрите схема что обозначают эти столбики это просто-напросто столбики с одним накидом первый столбик мы не вяжем а мы вяжем начиная со 2 3 и 4 и в последнюю очередь вяжем только 1 наискосочек каким образом да 1 пропускаем 1 пропускаем 1 1 пропускаем 2 вяжем просто столбик 3 вяжем столбик и 4 вяжем столбик вот и только теперь вяжем столбик в первые в первые в первые Первую петельку. И у нас получается такой наискосок. И вот в этом-то и у нас будет такой узорчик, такая интрига. Опять, смотрите, первый пропускаем, столбик вяжем, второй, третий и четвертый. И только теперь вяжем первый. Вот он, у нас пропущенный, вот он. Перетягиваем через все столбики. У нас получается вот такой вот интересный, непонятный узор. Опять первый пропускаем, вяжем один, столбик, второй, третий и четвертый вяжем в последнюю очередь. Наискосок у нас получается. Вот это я затянуто, да, связала. То есть последний столбик нужно вязать немножечко более расслабленно. Вытягиваем его. Опять первый пропустили, вяжем. Второй, третий, четвертый. И опять первый. Вот таким образом вяжем. Опять первый пропустили. Один, два, три. И довязываем. Сейчас ниточки у меня тут запутались. И довязываем первый. И последняя петелька у нас осталась, как мы с вами разговаривали, что один столбик мы оставляем. В самом начале и в самом конце, вот он у нас идет. Вот такой узор. Вяжем один, два, простите, один. Одну воздушную петлю, поворачиваем вязание. Теперь все наши столбики мы вяжем столбиками без накида. Вот он ряд. То есть у нас будет чередоваться один ряд вот такой, столбики с накидом, один, столбики без накида. В каждую, в каждую петельку, в каждый столбик мы вяжем с вами столбик без накида ряд. И смотрите, у нас получается с обратной стороны точно такой же узорчик. То есть для шарфа идеальный узор двухсторонний. Вот. Провязываем столбики без накида весь ряд. Там у нас воздушные петли были, мы тоже в первую или в последнюю вяжем столбик без накида. И опять. Один, два, три. Единственное, что по схеме четыре, а мне кажется, что вот три бы и хватило, потому что как-то не очень будет красиво смотреться. Давайте три вязать. Опять первый пропускаем, вяжем второй. Третий. И четвертый. И теперь провязываем только первый. Протягивая ниточку через все три столбика. Вот. Один пропускаем первый, второй вяжем. Третий. И четвертый. И вяжем первый. В первую петлю. Протягиваем. Не затягиваем, а вот так вот. Первый пропустили. Один, два, три. И первый. Очень часто, когда смотришь на схему, думаешь, как-то сложно это все нарисовано. Первый пропустили. Не получится. А когда начинаешь вязать, начинаешь разбирать, на самом деле все узоры достаточно просто вяжутся. И самое, что красиво в этом узоре, что он двухсторонний. Первый пропустили. Один, два, три. И четвертый. Провязали. И не забываем, что первый у нас, да, вот он идет. Первый столбик. Как завершение. То есть обязательно не забываем. Вот такая красота у нас получается. Причем с двух сторон. Красота. Мне нравится. Достаточно красиво. Вот. Одну воздушную петлю набираем, переворачиваем. И вяжем все столбики без накида, которые у нас есть. Столбики без накида. Вяжем, вяжем, вяжем. И получаем вот такой вот, даже с изнаночной стороны, смотрите, достаточно красиво все. Вот. Не забываем вот этот столбик вязать, первый и последний. И столбики без накида. У меня крючок номер четыре. Я взяла такой крючок побольше. И ниточки для мужского шарфа. Я взяла тоже у меня бриллиант в две нити. Получается 200 метров в 100 грамм. Это нормальная такая средняя толщина. Красиво будет смотреться узор. Красиво будет смотреться шарф. И там, где у нас воздушная петля, мы тоже делаем. И вот, если три воздушные петли набрать, то край будет более ровный. Если четыре, как по схеме, видите, немножечко некрасиво. Поэтому я предлагаю все-таки набирать три воздушные петли. Поворачиваем. Первый пропускаем. Второй столбик вяжем. Один, два, три. Вот, и не забываем, возвращаемся, да, в первый столбик. Вот такой у нас с вами сегодня простой и очень красивый, да, узор. Я думаю, что многим понравится. И если связать, допустим, многие любят большие вещи, у меня на большие вещи время очень не хватает. Я их вижу редко. Вот. Но таким узором можно вполне связать и палантин, и кардиган. Первый пропустили столбик. Потому что узор достаточно красиво смотрится, необычно. И в большом полотне будет очень хорошо смотреться. То есть, как бы столбики и в то же время интересно связан столбик. Первый пропустили. И вот таким неспешным образом мы с вами создаем чудный узор. Потому что когда на схеме нарисовано, не всегда представляешь, как он будет смотреться вживую. А уже когда вяришь, уже видно, что узорчик получился. Узорчик красивый, нравится. И можно придумывать продолжение. Потому что хотя, казалось бы, простой столбик, ну просто столбик, а видите, как красиво. Я думаю, что пишите, кто бы что связал с этого. Так, и последний обязательно столбик тоже довязываем. И такая красота у нас получается. Воздушную петельку не забываем. И так, накид нам не нужен. Просто столбики без накида. Один ряд. Вот такой вот все-таки узор, да, у нас получается красивый, оригинальный, интересный. Неожиданно, мне кажется, вот получился хорошо, прям неожиданно хорошо. Предлагаю его применить. Показать потом мне. Пишите в комментариях, куда вы будете его применять. Куда его можно применить. И вяжем, получаем удовольствие. Узорчик очень интересный. Я думаю, что он нам обязательно пригодится. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.